Данное видео не призывает к насилию. Видео несет научный характер и показывает влияние скорпионов на крабов. Давно у нас не было таких форматов видео. Крабы одни из самых молодых аквариумных обитателей, интерес к содержанию которых возник совсем недавно. У нас на канале уже есть множество видео о крабах, но сегодня будет кое-что интересное. Так почему же раньше не разводили крабов в аквариумах? Связано это с тем, что большинство видов этих ракообразных обитатели морей и океанов, поэтому их поселение в пресной воде невозможно. Лишь некоторые виды приспособились к жизни в пресной или слегка соленой воде, как к примеру радужный краб, который отличается не только великолепной окраской, но и крупным размером. Радужный краб это ракообразный из отряда десятиногие раки. Также известен под названием краб индига за свою характерную окраску. Ну а еще крабы постоянно рекомендуют подписаться на наш телеграм-канал, так как только там вы найдете массу интересной информации. А еще совсем недавно я там рассказал про хищный гриб, который на мое мнение намного страшнее кардицепса. Гриб масса спора реально делает из насекомых зомби, у которых нет половины тела. Такого вы точно не видели. Ссылку на наш телеграм я оставлю в описании под этим видео. Что же касается нашего краба, еще его называют краб-патриот, из-за того, что в природе крепко привязан к своему жилищу. Пожалуй, самый популярный краб, которого можно встретить в домашних условиях. Однако крабы, хоть и считаются достаточно неприхотливыми организмами, тем не менее имеют определенную специфику содержания. Нашему крабу я дал большого таракана, так как краб с удовольствием поедает разные виды насекомых. Например, этот краб очень любит личинок зафобоса. Но даже тараканами можно разнообразить его рацион. Радужного краба нельзя назвать водным обитателем в полном смысле этого слова. В отличие от большинства других крабов, основная среда его жизни – суша. Вода же нужна ему в период линьки и для выделения потомства. А это скорпион Петерси. Это также обитатель суши, который определенное время может находиться даже под водой и без вреда для своего организма. Про скорпионов у нас на канале также есть множество видео, и в одном из них я даже показывал, как скорпионы Петерси ведут себя под водой. У скорпионов и крабов есть некоторые сходства. Например, они имеют клешни, но относятся к разным классам. Скорпион относится к паукообразным, а крабы относятся к ракообразным. Возникает вопрос, если у них есть общие черты, как скорпион или краб будут воспринимать друг друга? На своем опыте я уже знаю, что скорпионы являются относительно агрессивными, но и крабы могут первыми атаковать свою добычу. Тем более, клешни краба имеют больший размер в сравнении с клешнями скорпиона. И я уверен, что сила сжатия клешней краба намного выше, чем сила сжатия клешней скорпиона. Но, как видите, краб не проявляет к скорпиону агрессивности. Скорее всего, в природе краб будет стараться избежать встречи со скорпионом, если бы вдруг так произошло. На Бали есть мангровые леса, да и крабы являются обитателями этого острова. На острове также есть множество скорпионов, поэтому встреча краба и скорпиона в живой природе вполне возможна. И на мое мнение, подобные встречи решаются между ними мирным путем. Это действительно интересный факт, про который, скорее всего, вы не знали. А если вам было интересно, обязательно поставьте лайк под этим видео, напишите рандомный комментарий для продвижения видео в рекомендации и не забудьте про наш телеграм-канал по ссылке в описании. А на этом все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok